Всем привет! Ну что, давайте немного расскажу вам о игре Defensive Clicker и о всей системе получения вещей в Steam Inventory в этой игре. Данная игра имеет АФК-систему получения вещей в Steam Inventory, то есть не нужно играть. Но это если вы хотите только получать вещи, а если хотите играть, получать удовольствие, конечно же играйте. Как работает вся система, сейчас я расскажу. Ваша задача зайти в игру, нажать старт и далее у вас появится поле, где вы будете играть по принципу боевых башен. Ставить башенки и не давать противникам пройти. Одна вещь падает примерно через каждые полтора-два часа. Даже может не одна выпасть, а две вещи сразу выпасть. Вот я зашел в саму игру, но здесь у меня уже как видите на поле настроена куча-куча всего. Чуть подальше я вам расскажу, как это все строить. А сейчас давайте посмотрим, какие вещи выпадают. Вещи, вот так вот выглядят в Steam Inventory. Это всякие монстрики, всякие боевые башни. Ну, всего-всего много. Да, вещи, возможно, копеечные. Покупают их или нет, тоже вопрос спорный. Но для коллекционеров будет интересно. И для тех, у кого есть игра, будут знать, по крайней мере, систему получения этих вещей. Ну, теперь, собственно, давайте немножко посмотрим о самой игре. Зашли вы. Вот такое высококошечко с пустым полем будет. И ваша задача строить башенки. Вот, выбираете башню, ставите куда вам нужно примерно. И у каждой башни есть красный радиус. Здесь есть апгрейд башен. Вот, поставлю сейчас что-нибудь. Смотрите, разнообразное количество башен. Поставил, и их нужно обязательно улучшить. Но прежде чем улучшить, вот за эти денежки, их нужно прокачать. Сейчас я покажу, как это сделать. Вот, как видите. Я не думал, что игра такая интересная. Думал, чисто предметы буду убивать. Но когда зашел, разобрался в ней, мне она очень понравилась. Внизу идет шкала с уровнем. То есть, если противники дошли до вашей базы и все сломали, как говорится, ничего страшного нет. Вы не проиграете, а уровень будет продолжаться с этого момента. Вот меню улучшения навыков. Вы выбираете, что будете улучшать. Дистанцию, дамаг, скорость ваших определенных пушек. Вот, улучшили. Далее здесь есть еще улучшение. По мере получения определенных очков, у вас будут открываться эти улучшения. В этом меню вы улучшаете ваших помощников. Вон там магия. Здесь тоже, что нужно, сами улучшите. Я полностью так и не разобрался, что какой навык дает. Но, по крайней мере, улучшаешь и ваши пушки становятся очень и очень сильными. Вот, я улучшил. У меня теперь все зеленое. Теперь нужно каждую пушку, займеющуюся деньги, улучшить здесь. Чтобы добавить ей мощность, дамаг, так сказать, скорость. И волны противника будут убиваться намного быстрее. И вы будете проходить больше уровней. Повторюсь. Вы запустили игру. Свернули. В принципе, ничего делать не надо. Через каждые полтора-два часа будет выпадать одна-две вещи в стим инвентарь. Таким способом. Но, если хотите играть, пожалуйста, играйте. К этой игре есть куча дополнений. Как они влияют на ход игры, я толком не разобрался. Но игра действительно интересная. И, по большей сложности, даже непонятная. Запустили, друзья мои. Свернули вот так. Ждем, пока вам выпал предмет. Дальше. Развернули ее. И все. В принципе, можно выйти с игры. Чтобы выйти с игры, вам нужно нажать Exit. И вы при последующем входе обратно начнете с этого же уровня. В этой игре нельзя проиграть. Если даже дошли до вашего центра, вы автоматически начнете игру с предыдущего уровня. Так что, всем спасибо за просмотр. И всем пока-пока. Пока-пока.